У нас была мотивация заставаться, просто, ну, закончилась сессия, по-перше. Вот то, как мы жили, ну, это было вельми тяжко, мы хавались, нас шукали, ведь в этот час, больше за два года, и это было вельми разыкованно, тяжко, и просто каждое простое деяние, например, сходить в лекарню, случайно человек хочет сходить в лекарню, что он робит, он бюре там, телефонуя, записывается и делает лекарню. Мы так не могли робить, мы нас шукали, нам, как сходить в лекарню, требовало проходить некий квест, и это было и дорого, и складано технично. И вот каждый день, ну, просто, который просто для человека, который просто легально живет в стране, некой там своей, например, и другой, каждый день от нас потребовало шмак часа и выселков. И мы, по-перше, просто стомилися. И зараз та девушу треба робить прищепку, которая делается один год, и это такая прищепка, отдельная прищепка, которая делается только в державных клиниках. И, как заработать эту прищепку, мне требовало было заменить прописку, как худко заработать эту прищепку, как нас не поспели там найти, и снова шукать, где прописаться, шукать номер телефона, который покидается, потому что там требовало остановиться на чергу. Ну, и, как раз, это было снова проходить некий такий бюрократично складанный треш, и уже, ну, не оставалось силами, у меня погружилось здоровье, и мы, как бы, уже таки думали, что треба съезжать. И одночасово не хотелось съезжать, потому что мы шмак, что делали, и шмак таких вещей можно делать только внутри Беларуси, для Беларуси. И тут наши соцсетки признали экстремистскими, и мы подумали, что, когда нам нужно было некий знак, то, наверное, вот он есть, и вот, и поехали. Мы решили поехать. Вы так ладно ведете, что вас шукали, так? Так, это началось еще в 2020 году, я думаю, где-то с листопада уже начали до нас приходить, там, то милиция, то еще некие люди, там просто грукаться у двери, там, у брамку, ну, мы не чиняли. И так это протягивалось, вот, гульня нервов 10 лет до начала лета 2021 года, когда уже просто на наш подворок ломились люди у нашего отсутствия. Ну, и уже, как бы, это уже межи, как бы, нашего дома уже были порушены, и мы вырошили уже тогда съехать со своего дома. И вот с того часа мы уже в своем доме не жили, и жили уже, вось, по всей Беларуси. Мы теми циншими шляхами находили некий дом, цей квартиру, ну, вось, брали те вещи, какие могли, кису свою, децей, одного с початку. И, ну, еще, Стефан почал ездить, коли ему было восемь месяцев, и почали ездить. Я, когда вертался, ну, ось, когда мы часом наведали свой дом, как бы некие речи взять, это было, как бы, мы, как злодии, просто туда приезжали, серед ночи. Там за полгодина, за годину у темры збирали некие речи, и я просто зашел в дитячий покой, там якраз еще висела такий балонник восемь месяцев Стефану. И он, да, так сумно было это бачить. Ну, ось Стефан, восьми месяцев, и он таким же ци подпольным живет. Ну, мы не могли крестаться ничем, что належить нам. Ну, увагу, да. Ни там картками снижек, ни банковскими картами, ни машиной. Ну, просто ничем. Ну, а голом, конечно, мы там не заявлялися у шматых мест, у которых хотели заявляться, не коммуниковались с людьми, с якими хотели коммуниковать, потому что это наши видовочные контакты. Некоторыми людьми мы не могли коммуниковать, потому что, як бы, люди... Ну, в Беларуси зараз отбывается просто, ну, вельми все тяжко, и люди, які нечто робят у Беларуси, яны под велизарный ризик, незалежно от того хаваются, яны все не хаваются, асаблево, коли не хаваются. И шмат, які люди таке нам поведомляли приватно, вельми складанами способами, што яны завербованы, и карацій... Такое было? Тому было вельми тяжко, коло контактов было обмежеванное. Стефан не мог пойти у садок, потому что... Ну, мы просто не могли бы это официально, и нас могли бы снести по этому. Ну, по-перше, я до пошнева не ведала, как это заработать технично, потому что, ну... Мы шукали лекарів, які могли бы погодиться нам негде помахче, ну, официально, як бы... Просто в пошнев момент заключать домову, и знайшов все-таки лекар, и после я еду уже, ну, я уже еду, як бы домовляться, уже ведаю, что я там нарожаю, и лекар мне кажется, что не, я боюсь, все ж таки там, вы так выглядаете, вас могут познать, або вы там по-белорусски поразмовляете, у меня будут проблемы. И я такая уже там, ну, на опошнем месяце, и думаю, блин, что мне робить? Просто не ведала, что мне робить, потому что, ну, просто, ну, не ведала. Мы уже думали дома нарожать, и, ну, все было, все варианты были кепские. Думали съезжать, але уже было небезпечно, була тяжкая, я могла просто не доехать. Плюс еще были свои проблемы, что у той момент мы ховалися за городом, я не ведала, як поздять, и да еду я физично за стороном, так само там до патрыбной лекарни. А таксовку можно, конечно, было выкликаць, а для таксовщики часом отмуляцца, гаторы бить худко мы выкликаць не можем, вот там дадзины треба покидаць, и карцевость до пошника мы не ведали, як это разрулить. Ну, я на родила, але я гэта была у ведьми нервова, и, по суцнасти, гэта была официйна, и я вельми до пошника переймалася, что нечто может пасти не так, бо на другий день после родов, по перка про нового человека идти до ЗАГСу, и там ты можешь здесь опынуться, ну просто здесь опынуться, калі в гэтый момент тебе там будуть шукаць, то яны, ну, знаходяць. Ну, нормально, отырмалася. Ну, это было эмоционально тяжко, бо, напрыхлад, калі яна родзіла с Тэфіка, адзіна про што я думала, это там як мя адпашыць, як мя яго корміць, это было перше деце, я не ведала, як там правильна памперса про нас, ну, ты думаешь про сібе і про деце, а так я у родзіна просто сідела і весь час думала, як бы мне ацю вийзти не ў турму, як бы деце гэта не опынулася там, ну, і карте такой атмосфері всього добыла. Игор, колькі ви адрасов поміняли за гэта часа? Ну, я думаю, може каля 10-ти ми адрасов поміняли за гэта часа, може більш. А самая, самая, на сам рэд, шы такі безпечная шляхі гэтат нагамі. Ба нават якта тэдзік захвары... А, нет, тады іще був Стефан, толькі Стефан, і ян захварыў мене, як... А мы жили недалёко ад города ў лёсце, і... Ну, ніяких електронных прилад нема, і як бы так... Позвонить так само не можеш, і так салку викликать не можеш. І, ну, прикладно ведееш, што треба зрабіць, і ведееш, што ёс в городі квасудкава аптека, і я ось празлес, празполе, пайшоў ніяких кілометру с сабакай за гэта мі для децёнка, і падраніце вернуўся першу. Як быцам бы пяццот гадоў і не було, як празіто ўте може будь до шамана ходзіле. Такі я прайшоўся, іду пралесу, і забі, калі мене собака, великий едзе, і мы едзем разом за гэтым лекаме для децёнка. Калі кілометра? Ну, кілометра, може, чатыр в один бок, чатыр в другі бок, так, прикладно. Дзе нам пащанчило, што мы тэдзай близько до... А я дайшоў до гэтай заправкі, каб выклікаць таксовку папасіць, а заправчык каже, што я не взял тэлефон, так, быцам бы, я тэдзай паўшоў до іншага мецца, так, дале, шы прайшлося пару кілометру прайстіся, да першай крамы. А вагуле як без тэлефона жыцца толькі часы? Ну, вось, неяк так, неяк не ведаю. Дзівна, неяк так, але махчыма. Саме дзівное пачыцьо ў мене було, калі я вось тут праяхала, і размаўляла па сімкі, ну, в тэлефоні стаяла сімка, і я стаяла на вуліце, і там былі камеры, і я просто размаўляла. І я просто не ведаю, як я сіпе чувала, но гэта було нешта нереальне просто, ну, я шы не разабрылася нават. Конешна, сікава. Вы што дзівна шчакалі за траманецць, і все ж таке, гэта пачыцьо працупляецца? Ну, мы безпеку, мы наладзіли норманну безпеку, але ўсё одно, як бы, ты жывеш, у гэтам, ну, ў сібе, там, вось зілі одного сябра затармалі. Ну, ты чітаеш ў новінах, што ішы там затармалі там сьогодні там 10 чалавек, да, там, завтра там ў тебе знайомый чалек поміраў ў турме, напрігод. Пасля ў тебе сябра поміраў ў турме, гэта вогуде була жесть. І ты ўвесь час розумееш, што як бы ты не хавався. І навад, коли ў тебе супер прапрацованна система безпеки, ты ніколі не застрахованы от ніякій випадковой ситуацій, ну, якая просто всё зруйнує, і тебе знайдуть, і невідомо, што с тобою дзей буде отбываць. Бо, як бы, ты там уже на своє житсё не уплываеш, коли трапився им ў руки. Мы там ўме двері ніколі не очіняли, таму што мы не ведалі, што будзе. Можа быць, яны поразмаляўс, може, яны нас затрмаўс, може, яны нас пабіўс, може, яны там заберуў дзей. Мы просто не ведалі, мы просто не очіняли. Мы николі не очінили ни разу, никому, николі не очінили двері. Навад, для размобу, як бы, калі с гэтым людзям ўже ніякі контакты будзе. Не ведайш, шим гэта скончацца. Ну, і так, і кожны дзень, як апошний дзень. Гэта пачуціон не проходзіла, як бы, ну, разумееш, што ты можеш абіць все, як бы, вось, меры безпекі, навад больш. Але, вось, выпадковасць може, як бы, вось, божа, вось, просто выпадковасць. Не якая... Ніхто сті в тебе пазнае, ну, альбо не як так... Яка нибудь бытовая рэч може ці бы выдать, напрыхлад. Ну, і так, губ... Мы весь шас гублялі, як бы, ся бро. Ну, зрозуміло, што, вось, три гады жыць в Беларусі, як бы, вось, мы автаномно, в принципі, не маглі бсі ровно. Як бы, мы все равно контакчили з людзями, і яны, як бы, нам дапамагалі, як бы, в нашым жыці. Але, вось, кожным годам, все, мы, як бы, альбо людзі з'яжжалі, альбо людзей затрымливалі. На, вось, наш сябар, каторый забіраў нас, вось, вось, сапошній родзільні, вось, таде, вось, калі народзіўся, вось, яго затрымалі так самы. І, вось, ця цацка, яку он от свого децёнка падраваў той дзень, вось... Ну, вось, мы ё с сабой взяли, бо гэта вельмі, ну, такі момант. А беларускай мовы ў публічных міцах корысталіся цію? Ну, па між сабой мы корысталіся, то жды. Мы, як бы, ўбогалі, на любой бамогу, мы бы не крычалі, калі б мы хадзіли на вуліцы. Ну, як бы, мы, ўсё ж такі, стараліся не адсвечваць і корысталіся. Там, былі моманты, калі былі некі бюропаратычныя пытання, треба було варшаць, ябо там, перапарписацца, нешто зарабіць. Ну, як бы, або такой русской-беларускай мове некай... Ну, мы просто стараліся... Вось, ты аутаматычна, ты праходзіш ў гэтаю установу, ў ця мозг аутаматычна падбірае словы, максимальна близкі да російськай мовы, таму, што ты праста разумеюш, што конкретна для сібе гэта небезпечна. Гэта можа быць і безпечна до людзей, каторые не шукаюць. Але ўцелым зараз без русской мовы небезпечна карыстацца дружыць? Ну, і так ці, і не. Глядяще де, глядяще хто ты, ну, і глядяще як. Ну, наприклад, навад калі ми робілі фото на візі, і, ну, просто, ну, як би, ведома, ну, як завжди па беларуску розмовлялі, і лявшына, яка я робіла, ёе так кэта натхніла, була бачна, што яна такая просто сідзіць там, нічна робіць пасця пашула беларускуй мовы, там, прям ось, там, сарас, там, сфотографую, ну. Чи ў лекаря одного так само булі, мы просто розмовляюць, яна перешла так само па беларускуй мову, пасцям, глядзім на віянна, гэтам на штампіку, ось, па беларуску штампіку зроблену, ну, як би, лекаря самі сабе штампіки вырабляюць. Люди вельмі класно реагуюць на беларускуй мову, ну, сапроды, але ёсць людзі, які і кепска реагуюць на беларуску мову. Ну, ў прынцыпі, гэта ўсё було і до 20-го году, просто, макшыма, зараз гэта реакція, яна стала больш яркая, і кепская, і добрая. Але, я думаю, калі, ось, людзі не такі, як мы, ось, людомы, з одного боку, то, я думаю, нема праблемы, калі ты бе беларуску розмовляеш. Эта вельмі-вельмі редкі випадкі, але і не ёсць, калі за беларуску мову, там, могуць, наприклад, затримаць. Але, ну, наприклад, ось, я і до 20-го года, калі просто, там, па волю сядзіці гулялды, і калі я бачу, там, міліціанта пабач, я воголі не розмовляю ні на якой мові, на всякі випадак. Ну, просто маучу, блин, і чекаю, па кулі он кучай сыйдзе, ад мене падалей. Але і так виходить, што ви на полне-полне дно не залеглю все ж таки, ви процегували свою дзейність, ви писали книги. Ну, конечне, інакш не було б сенсу заставацься нам. Ну, просто заставацься для того, як бхавацься, ну, это ведучи, што сіпе шукають. Это глупо, якби, ми просто вирішили, што ми свій країну любім і хочем нешто робіць. Тут навіть більш активно тримувалося з одного боку, бо написалі две книги. Кожен па книги написав. И... Ну, ось наугул з нашою дзейністю... Ось ефект пайш, пасля 2020 года, як би, мог хтось падумати, што буде вже адкат, а у нас, наоборот, адказы пазітивные, пачало більш приходзіць. И вот перед самым отъездом, вот этой осенью, летом мы дитящее харчавание в Беларуси завали, и оно пошло, как ранее, отримывалось с футболом и пивом, с одним клубом, с одним бровером отримать беларускую мову, и там они начали в Беларуси заваться, так тут, с дитяшим харчаванием, это для нас очень важно было. И есть. А как бы книги, я же так понимаю, они же в Беларуси выходили, так? Так. Это так самое, что махчимо тут. Ну, уже, как бы, вот те видавцы, которые выдавали, уже они не могут выдавать. Не, можно, или тяжко. Ну, и депш, ну, не робить буквально что. В общем, нечто такое сделать. Мы делали не только книги, мы делали еще разные, иначе речи, как бы, можно назвать это промо-материалы, и надруковать такое, это, ну, просто, это так само можно особные шпионские фильмы снимать. Вот, некоторые люди, вот там у Беларуси вогле, когда это 40 человек, которые так само нечто робят, вы один одного глядите, и каждый думает, агент, не агент? Ну, серьезно, ну, это не жарт, потому что их реально зараз шмат, и люди нам поведомляли, ну, это тяжко. И вот совсем недавно, про это уже можно сказать, вот человек выехал, выехал наш лекар, вот, який, дякую ему, и он нам поведомил, как бы, как только смог. И ему было очень тяжко это поведомить, потому что его, как бы, стояла просто лоховка просто. А какого вогле, яке настроек среди людей зараз у Беларуси, что вот, может быть, страх есть, что людям все кофе? Ну, тяжко сказать, просто люди, они все разные, люди и до 20-го года были по-разному заангажированы, там, у некие, там, ну, можно сказать, у политику, у некое, там, змагание, активизм. Ну, и зараз они так само по-разному заангажированы. Я сустракала вельми дзивные выпадки, и я разумею, что вот мое коло, мое коло сиброу, оно не стандартное коло, то бишь, ну, мы хучай выключение с правила, ну, потому что, ну, просто выключение, у нас меньшость. А я сустракала людей, у которых, можно сказать, большость. Например, там, можно сказать, человек, яке там оказывал мне, там, некоторые, там, послуги медицинские, и он удельничал в протестах, а левость, и он, широ, уповненный, что в 21-м годе репрессии скончились. Ну, вось, уповненный просто. И шмат таких людей? И таких людей шмат, там, инший человек, яким я там меньше послуги оказывал, там, так само, там, знайомые, знайомых, там, ну, есть такие люди. И они просто, ну, не верят во всем, можешь мне что-то рассказать, там, ну, просто некую новину, там, про какого-нибудь агодного знайомого, которого вось вчера затримали. А они просто в шоку, типа, что он сделал, там, ну, ничего он не сделал. А где теперь плануете жить, быть? Поколю, у Вильни. Мы еще цаком не готовы были до всех таких пригодов. Бо, калі ты у Беларуси, у тебя вся энергия сходить на выживание. Еще неведомо, откуда берется энергия надзейность. Еще, калі двое детей. Ну, это вельно тяжко. И мы просто не думали. Гэта я, калі перед першими родами, я думала только про то, я калі это же стрёмно и больно. А калі мне принесла дитенка, я така, блин, боже, что мне взаиме робить? Ось так зараз в Вильней. На кольке тяжко было выехать, как бы, физично? Гэта, как бы не даваться в гэта ось подрабязності, то гэта была долгая дорога, складаная, великая. Ну, физично было, ну, я не скажу, что физично гэта было супер тяжко, бо у нас в Вогуле физичное было непростое житё. Там, наприклад, там, часаму лекарню приходилось ездить 400 км в один бок. Ну, тому, як бы, физичный переезд, ну, для нас, он был не тяжкий. Як бы, у нас было тяжкое житё опошние годы, и... Ну, он был непросто такий переезд. Психологичный? Психологичный было вельми, вельми тяжко. Мы не хотели. Усёды, кожная такая история, она, вельми, эмоцийно складанная, таму што ты пропануеш людям варіанты, сято, от яких нема добрых. И они все маюць великую рызыку, и они все маюць пэлную частку незразумелості и непрадказальнасті. Але, калі людзі приймаюць рашэння выезжаць, то, канешні, гэта ўжо рашэння людзей. И завсёды я падтрымліваю неякую вызначаннасць. Тыець іншая історія раздараюцца, и они, на жаль, часто вельми недобрая, калі мы кажем про ты, хто застаецца, и прямая рашэння застацца, не глядзячы на велікі ризыкі. И для кожнага чалайка завсёду ўсёду ёс некі узрэвінь триггерав, на які он гатавы. Яшчэ, якбы казаць, окей, я ішчэ паддумаю, я ішчэ можэ застануцца. И для кожнага гэта свае. Я вельми рады, што Аліна и Гр прэнялі ту рашэння, яку я прэнялі, таму што ясна, было ўжо узрэвінь небеспекі і пагрозаў был вельми вялікі. Зараз ми можем тут ўстуды рады і свобода сидеть і розмавляць, а не постим знову аватарки з тэм, што свобода алинія ігор. Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok